Ветки деревьев прям стучат по крышам, в окна, не дают людям спокойно спать. Вот эти вот, да? Да, здесь только опил веток. Деревья никто спиливать не будет. Дом номер 70 по улице Советской в поселке Глебовский был сдан в эксплуатацию в ноябре 1961 года. По словам старожилов, первые жильцы въехали сюда в праздничный день 7 ноября, а бывший директор Глебовской птицефабрики распорядился сделать проект озеленения придомовой территории. Через 60 лет посаженные деревья превратились в яблоко раздора между жильцами дома. Чтобы не мешали электропровода, также падают листья и падают вот в трубы, вот отвод. Если он засорится, кто будет чистить? Это пойдет вся вода по стенам, по крышам. Опять потечет крыша. А только капитальный ремонт сделали. Деревья никто не собирается спиливать под корень, только обрезать ветки. Еще обещали нам прислать экологов, которые пойдут и посмотрят деревья, где надо что спилить. Нина Михайловна сама сажала сирень возле дома, когда заселилась сюда. Вот окна ее квартиры на первом этаже. Сирень Нине Михайловне и сейчас дорога. А вот большие деревья мешают, хотя и ветки по окнам не бьют. Вот у березы, у липы, у все, повыше. Спилить повыше вот эти вот суки. А то вот я живу на первом этаже, у меня темнота непомерная. Своё желание произвести опиловку деревьев жильцы дома выразили в заявлении на имя начальника терротдела Букаревская. Подписи под документом поставили представители 23-х квартир из 37-ми. Среди тех, кто не подписал заявление, есть люди, выступающие категорически против опиливания деревьев. Проект был создан грамотно. Все эти породы были посажены на расстояние далее 5 метров от фасада дома, чтобы выросшие деревья не мешали своими кронами и не били даже при порывах ветра в стекла домов. Два года назад у нас был экшен. Администрация территориального отдела Букаревска сказала нам, собирайте подписи «за» и «против». И у нас был тоже экшен. Жители голосовали «за», жители голосовали «против». Мы отдали в территориальный отдел. По идее было 50 на 50. И противоположная сторона хотела на тот момент спилить тополя. Тогда спилить деревья не получилось. По словам противников уничтожения растений, они вышли на улицу и не дали провести работы. Но сейчас-то речь идет не о спиливании, а только об опиловке деревьев. Чего же так боятся любители природы? Может быть, вот такого результата? Как рассказали жители, два года назад здесь уже проводили опиловку деревьев. И не только опиловку, но и кронирование. Вот этот тополь, срезанный буквально наполовину, да даже, наверное, больше, это и есть кронирование. А вот рядом, в нескольких метрах, абсолютно сухое дерево, без коры, без листьев. Как стояло, так и осталось стоять. Почему люди не думают об экологии, хотя и говорят, что мы за все хорошее, за разумное. У нас федеральная трасса идет, идут такие фуры, пылища идет невозможное. Так хотите-то вы что? Я хочу, чтобы они не кронировали. По словам защитников деревьев, в этом году они увидели заявку на опиловку возле своего дома на портале Добродел. В сентябре представители организации ДОТХИ БИМР приезжали сюда уже дважды, чтобы исполнить заявку. Между тем, другие просьбы жителей так рьяно никто не бросается исполнять. Два дня назад приезжал даже сотрудник из Добродела, который представился Михаилом Адамовичем. Сказал, что он бывший военный, что он курирует связь Добродела и администрации. Это ему поручено лично главой Витушевой разобраться в ситуации во дворе нашего дома. Это вы представляете, у нас 10 лет текла крыша. Мы делали заявки на Добродел и их легко и непринужденно закрывали. А с сухими веточками посылают разбираться аж глава администрации. Вот это удивляет. Со времен постройки дома территорию вокруг не благоустраивали. Дорожки вокруг давно потеряли асфальтовый слой и приветствуют пешеходов ямами, рытвенами и щебнем, уложенным 60 лет назад. Посмотрите, пожалуйста, олейки. Дом обновляется, молодежь растет. Дорожки три года просим сделать, никому не надо. А деревья, пожалуйста. Примечательно, что боятся, что вот здесь вот упадут на теплотрассу ветки и дом останется без тепла. Однако вот такие вот дыры возле теплотрассы и кое-как замотанные мешки, клочья в утеплителе теплотрассы абсолютно никого не смущают. Почему-то. К слову, 70-й дом по улице Советской в поселке Глебовский не единственный, где главной проблемой стали зеленые насаждения. Но если здесь только планируют произвести опиловку, и на то есть-таки просьба половины жителей дома, то возле дома номер 5 по улице микрорайон деревья просто спиливают, не уведомив жителей, какая на то есть причина. Я обращаюсь к сотрудникам администрации территориального отдела Букаревска, к администрации Истры, к администраторам бюджетной организации ДОТХИБЕРМ. Ребятам, конечно, работают по дорогам сурово, у них тяжелая работа. А также к администраторам портала Добродел. Я призываю администраторов перечисленных организаций соблюдать законы. Средний возраст тополя 80 лет, но некоторые доживают до 200. Береза живет и развивается примерно в таком же диапазоне. Тополь способен поглощать из воздуха и накапливать в себе вредные вещества, такие как оксиды азота, серы и углерода, пыль. На протяжении длительного времени березы вырабатывают фитонциды и поглощают тяжелые металлы. Своевременная обрезка деревьев, конечно, важна. Но важно и то, чтобы проводили ее профессионально, по заключению специалистов. А не потому, что это проще, чем благоустраивать двор или заменить изоляцию на теплотрассе. Елена Айошина, Михаил Моралов, ИСТРРФ